Можно вкратце тогда буквально представиться одним предложением, чем вы занимаетесь, насколько вы изучаете это. И вот про эту монету расскажите, как ситуация сложилась, что за история такая интересная. Добрый день, я коротко представлюсь, я являюсь вице-президентом научно-музейной корпорации, которая имеет головной офис в Канаде. Мы на этом рынке уже более 25 лет стараемся, основная наша цель, собственно говоря, это сделать прозрачные, законные правила игры, которые будут понятны всем участникам, неважно какой это предметно-тематический вид коллекционирования. Ну вот в качестве основных наших разработок у нас их более 17 ноу-хау, каждый из которых является таким столпом для того, чтобы этот рынок привести состояние в хаос, состояние понятное как для начинающего коллекционера, так и для маститого владельца каких-то музеев, может даже ни одного. Ну вот это короткое представление, мы за науку, за логику, за понятность, ну за честность, за прямолинейность, и в общем-то вот наша кредо, что сильный человек это тот, кто умеет признавать свои ошибки и говорит, старается говорить более-менее объективно. Ну вот это короткое представление. И что за история вот с редкой монетой, которая у нас на рынке Украины? Давайте, давайте так, значит, ну поскольку в нашу корпорацию, в наш арт-фонд практически каждый день обращается немалое число респондентов, клиентов, вот, ну клиентами становится очень мало кто, вот, мы очень скрупулезно подходим вообще ко всем взаимоотношениям и всегда их фиксируем юридически. То есть вот я подчеркиваю, что все взаимоотношения производственные мы стараемся делать в письменной форме, либо фиксировать их юридически. Ну вот я расскажу просто, поскольку у вас монета Украина, я вам расскажу один из последних случаев, который вот буквально где-то месяца два назад в нашу корпорацию, я не буду называть фамилии, имя, отчество, просто я буду рассказывать, ну, пока, по крайней мере, опираясь на факты без, ну, раскрытия конституционной информации. В нашу корпорацию обратился молодой человек, который живет, в общем-то, в провинции, в Российской Федерации, который вкратце рассказал, в общем-то, сложную историю, как-то у него имеется, там, было несколько там монет, ну, в общем, осталась сейчас одна монета, и он просит помощи и защиты. То есть, естественно, он хочет ее выгодно для себя, поскольку семья находится в тяжелом финансовом состоянии, он хочет ее реализовать. И, соответствующим образом, он там прислал несколько писем, и вот таким образом мы с ним познакомились. То есть, дальше мы задали ему несколько стандартных вопросов, которые, как всегда, с потенциальными клиентами мы ведем в опросник. Вот. Попросили представить данные о предмете и всю историю, которая касается непосредственно его раритета. Вот. После того, как он нам эту информацию представил, ну, вот если вы сейчас там покажете зрителям вашим фото этой монеты, вот, то, как бы, вот будет предмет о том, о той монете, которая идет речь. Вот. Эта редкая монета является она, в общем-то, одной из, ну, я бы сказал так, открытий, что ли, если это подтвердит все те данные, которые я вам сейчас изложу. Но, соответствующим образом, на вскидку, как и любой предмет, будь то это картина, будь то это мебель, будь то это монета, для нас, ну, по фотографии, для нас это не является стопроцентным убедительным аргументом в отношении признания подлинности или, наоборот, опровержения, что это фальшивый экземпляр. Мы, соответствующим образом, вначале заключаем юридические взаимоотношения, то есть мы идентифицируем человека, мы каким-то образом пытаемся получить от него и перепроверить ту информацию, которую он нам присылает. А этот молодой человек рассказал, в общем-то, историю, что он обращался к нескольким коллекционерам и к нескольким за помощью, и, в общем-то, даже его там по непонятным причинам назвали, в том числе, ну, не его, а там его маму, его каких-то родственников, назвали даже мошенником, что он пытается продать фальшивку. Естественно, вот форма защиты, форма выявления объективности нас всегда привлекает, даже не столько там какие-то дальнейшие взаимоотношения, сколько мы пытаемся, стараемся, вернее, помочь людям, которые оказались, по нашему выводу, в сложных ситуациях. Поэтому мы заключили с ним договор. У нас есть все данные, в отличие от всех других, с кем он контактировал, мы получили от него все данные, то есть его паспортные данные, его локализацию, и перепроверили их, то есть это действительно реальный человек. Мы, естественно, с ним общались несколько раз и по скайпу, и продолжаем общаться, я имею в виду, на первоначальной стадии. Поэтому человек для нас понятен, то есть не какой-то там вот где-то. Далее что? Соответствующим образом мы начали с того, что попросили документы о собственности. Естественно, таких большинства коллекционеров никаких нет. Потому что вы знаете, что не существует никаких органов, которые бы государственного, естественно, уровня, которые бы фиксировали права собственности коллекционеров. За редким исключением во время вывоза или для особо ценных Абрамовичей, Вексельбергов и прочих, для них, наверное, существуют какие-то там реестры. Но не для простого смертного и не для простого человека, который обратился как бабушка со своим самоваром, или человек со своим непонятным предметом, который претендует или не претендует. Поэтому, соответствующим образом, мы первое время, не вдаваясь в какие-либо детали, мы начали заниматься о том, чтобы легализовать его предмет, который он декларировал как свою собственность, оставшуюся в наследство, привести его в более-менее законную руку. Это одна из наших профессиональных, скажем так, направлений деятельности, и мы оказываем такие консультации. Значит, мы провели ряд мероприятий, которые позволили зафиксировать ему право собственности. Неважно, это там оригинал, фальшак. Главное, чтобы на такой-то предмет, но на любой предмет, будь то это татуэт, бутылка, или любой предмет совершенно, будь то это монета, мы в Российской Федерации сделали ему, подсказали ему, как правильно сделать нотариальный документ. Потому что ни один нотариус, ни в Украине, ни в России, даже во многих других странах, не берется за то, чтобы легализовать предмет, который вы декларируете, движимого имущества, предмет коллекционирования, который вы декларируете как свою собственность. То есть мы сделали его активом и закрепили за ним право собственности на этот предмет. Параллельно мы провели систему так называемой идентификации предметов. То есть, опять же подчеркиваю, фальшак это, оригинал это, неважно это какой предмет. Важно зафиксировать право собственности и научиться идентифицировать этот предмет в соответствии с какими-то параметрами. Вот у нас есть целая методика, это другое направление, которое мы оказываем, опять же, услугу, связанное с тем, что мы умеем идентифицировать. То есть мы сделали скрытые маркеры на этой монете, которые наша корпорация при любых сложностях, конфликтных ситуациях, еще чем-то, она может идентифицировать и по определенным параметрам сказать, что вот этот предмет, это есть то, что у нас находится в базе данных, и собственник ее является вот это. Это защита в современном мире коллекционеров и, в общем-то, тех, кто особенно обладает раритетами от какого-либо неправомерного изъятия у них их предметов или то, чем они владеют. Потому что государство, к сожалению, самоустранилось. Поэтому вот это первая форма взаимоотношений, которую мы провели с этим владельцем вот этой монеты. Далее что? Вы знаете, я сейчас перейду уже к конкретике и коротко про эту монету немножко расскажу. Дело в том, что эта монета пробная, она 1741 года по декларации, которую нам представил собственник. И нам нужно было убедиться, соответствует ли вот это научное название, данные об этой монете. Это серебряная пробная монета периода 1741 года, пробной чеканки. То есть по логике данный экземпляр чеканки обладал всеми признаками претендовать на роль уникума. Почему? Потому что проведя определенный поиск, проведя определенные, скажем так, консультации с рядом специалистов, с которыми наша корпорация сотрудничает во всех, во многих странах Европы, России, Украины, мы имеем уже и договора, и имеем прямые контакты со специалистами того или иного направления. Естественно, многие специалисты выразили сомнения в ее подлинности и прислали нам много информации, где говорится о том, что такой монеты просто быть не может. Ну и, собственно говоря, внешний вид ее не убеждает в том, что это является подлинной. Но если вы посмотрите, там есть достаточно много изъянов и много, скажем так, признаков, по которым визуально любой даже начинающий профессионал, скажем так, первых трех-пяти лет своей профессиональной деятельности, он может определить, что это фальшак. Но дело в том, что для нас, для нашей научной корпорации с самого начала, поскольку я являюсь выходцем Академии наук, Украина, кстати, то для нас еще с 90-х годов, когда мы только начинали, там, в конце 90-х годов нашу профессиональную деятельность в серии предметов материальной культуры, в серии всего вот этого базара или, как называют, хаотичного рынка, для нас существовало правило логичного объяснения, постулат логики, постулат, откуда что берется, по каким признакам, по каким критериям вы определяете или делаете тот или иной вывод, для нас это явилось основополагающим. Ну, собственно говоря, что должно для любого разумного человека быть, уметь логически мыслить и уметь делать выводы на основании чего-то, аргументов. Вот это для нас явилось постулатом, потому что, вы знаете, существует, я сейчас скажу два тезиса важных, которые, наверное, многие догадываются или знают. Первый тезис, что для человека действительно ученого, для человека, который хочет добиться объективности, для него не существует авторитетов. Вот какими бы там титулами, каким бы там человек не имел там дипломами, званиями, вот, пока он не объяснит вам, что, откуда, какой он сделал вывод, вот, ну, принимать его за авторитета, ну, это все равно, что, я не знаю, там, верить на что-то такое, вот там, фантастику какую-то, потому что даже любой ученый должен уметь на пальцах объяснить любому первокласснику, чем он занимается, доступно, логично, и, собственно говоря, вот этот постулат является основополагающим для сферы материальной культуры. Второй важный постулат, его высказал известный эксперт европейского уровня, это господин Вернах, он сказал такую фразу, что если человек излагает на непонятном вам языке, то лучше с ним вообще не иметь дела. То есть, если человек не обладает, опять же, логическим менталитетом, аргументацией, почему он сделал тот или иной вывод, а просто говорит, вот он я, смотрите, какой я, вот у меня тут пять дипломов, я тут наоборот, вот только что пришел с аукциона, где там вот экспертировал вот такую-то вещь, вот это все нужно убрать в сторону. То есть, нужно спокойно, без эмоций, уметь доказательно аргументировать тот или иной вывод или постулат. Вот, собственно говоря, два принципа, на которых мы действовали, действуем и будем действовать. Поэтому, когда мы начали консультироваться по этой монетой, выводы были неоднозначные, соответствующим образом много было оснований говорить, что это фальшивка. Но нам захотелось докопаться до истины, и поскольку мы уже начали двигаться вот с этим молодым человеком и его семьей, в общем-то, потому что нам показалось так, что мы такое часто не делаем, но нам показалось, что человек действительно нуждается в серьезной защите среди вот этого хаоса, среди неразбереки, и он обладает действительно, возможно, раритетом, редким, редчаешь. Ну, вы знаете, что историка искусствоведческая экспертиза со всеми ее плюсами, со всеми ее, скажем так, ну, со всем опытом тех специалистов, бесценным опытом тех специалистов, которые там десятилетиями набирали вот этот свой опыт по крупицам, конечно, для них иногда, возможно, взглянув на какую-то вещь, им достаточно сказать, вот это современное, там, арт-деку, или это оригинал старинный. Вот. Но у них также может быть ошибка в силу разных причин. Так вот, единственным неоспоримым или труднооспоримым, но на сегодняшний день, пожалуй, самым базисным, самым фундаментальным основанием для выводов в ту или иную сторону является материаловеческая экспертиза. Для большинства предметов сферы материальной культуры материаловеческая экспертиза является основополагающей. Поэтому первым делом, или вторым делом, после того, как мы легализовали права собственности вот этого владельца, за ним зарезервировали, то есть он стал законным владельцем, и наша корпорация в любой момент может доказательно говорить, что вот этот предмет действительно ему принадлежит, потому что мы провели маркировку этого предмета. вот, то мы начали двигаться не с точки зрения вот выводов там, вот глянь, там, знаете, как обычно, там приходят в Москве к различным специалистам, на Арбате их тонно сидит в каждой закоулке, там, оцениваю, экспортирую антиквариат, там, обладаю таким-то, таким-то там антикварной гильдией или чем-то еще. И дальше, что, а как происходит процесс? Ну, человек приходит к нему, говорит, давай предмет, все, смотрит, дальше он смотрит и говорит, это фальшивка, все, вы что, мне не верите, я вот великий, большой, вы ко мне пришли, я тут перед вами, у меня этих предметов под каждым, там, кровать, под каждым диваном лежит, вон, тонны, а вы тут приходите со своей ерундой. Вот, вот, для нас это театр, поэтому мы пошли с точки зрения материологической экспертизы, мы попросили и этот владелец, он, действительно, пришлось ему немножко попотеть, соответствующим образом провести какие-то затраты, потому что мы попросили его найти лабораторию, где имеется прибор, который бесконтактным методом, то есть не методом физического воздействия, там, как напильником, там, спиливать или каким-то образом делать какой-то, брать пробу, мы попросили его, мы дали параметры, что это должно быть обязательно два знака после запятой, сделать химический анализ монеты, причем в разных совершенно частях, как правило, это порядка 30 точек, но поскольку это дорогостоящий для него был анализ, он сделал, по-моему, там 6 или 7 точек. Вот если вы сейчас, после того, как я договорил вот этот тезис, покажете скриншот одного, а он делал в двух независимых лабораториях, химический анализ этого предмета монеты, вот, то, собственно говоря, вот этот документ, который получен от независимого совершенно исследователя, он явился основанием для выводов, которые мы дальше сделали. То есть я хочу сказать, что химические или там радиологические исследования, которые свидетельствуют о возрасте, да, вот радиологические методы, методы там, там, изучения излучения изотопов определяют с точностью до 25 лет плюс минус 25 лет определяет возраст, да. А вот с помощью химического анализа также можно определить как возраст, так можно определить фальшак ли это, то есть современный ли это фальшак, либо он соответствует тем параметрам чеканки, ну, в данном случае, поскольку речь идет о монете, которые известны сегодняшней науке, сегодняшним исследователям, историкам о производителе, то есть о месте чеканки и о том, каким образом, собственно говоря, химические параметры того времени. Что очень важно, почему мы таким путем идем, он не простой, но он достаточно аргументированный и послать, по крайней мере, на сегодня единственное логичное науку. Дело в том, что, если вы знаете, что вот, ну, подделок очень много, фальшаков сейчас в каждом предметно-тематическом направлении, за исключением очень небольшого числа, если нужно будет, мы с вами сделаем отдельную интересную репортаж, вот, какие предметно-тематические направления практически невозможно подделать, вот, но сейчас идет речь об этой монете. Получается, что в современном мире, начиная, ну, по крайней мере, с 40-х, 50-х годов, ну, в воздухе, в атмосфере, ну, не говоря уже про любые производственные помещения, будь то это, там, кустарная мастерская, будь то это литейный церк, существует, вернее, вращается, и в огромном количестве это фиксируется, собственно говоря, учеными, микропримеси, микроэлементы, ну, это как инертные газы, это микроэлементы, там, тронцы, цезии и так далее, огромное, то есть то, что произведено нашей цивилизацией уже с 20-го века. То есть вот по этим микропримесям, которые присутствуют практически во всех твердых, даже и не только твердых предметах, по ним с помощью вот таких исследований можно определить, в какое время изготовлен этот предмет, является ли он, собственно говоря, новоделом. И вот только два знака после запятой, а то и больше, но вы знаете, что существуют приборы, их не так уж много в мире, размер, наверное, с комнату большую, которая определяет четыре знака после запятой. Ну вот золота там пишут, плюс голод, там четыре знака после запятой, четыре девятки, да, там девять и четыре девятки после запятой, что это чистое золото. Вот, ну это афинированное, соответственно, чем разWoman, вот, но в этом же золоте современные афинажи, да, то есть очистки, существуют микропримеси. И вот эти микропримеси, они являются паспортом для различных хранилищ, где, откуда, там, китайское это золото, российское это золото, вот по составу микропримесей, там, этих инертных газов, наличия в металле, вот определяют, в общем-то, где, в какой стране, в какой лаборатории, где там его очищали или производили. Вот то же самое и по любому предмету, который претендует на признание его той эпохи или в современном, скажем так, исполнении. И как с этой монетой? Эта монета показала характеристики? Да, я хочу сказать, что вот вы сейчас приведите там материалы скриншотта, это исследование, и если ваши зрители увидят, то там нет, там действительно проведены исследования, два знака после запятой, и они не показали, не показали, к счастью, до владельцев никаких примесей, которые бы были маркерами того, что эта монета является фальшаком, произведенным после, ну там, скажем так, 30-х годов, даже 20-х годов 20-го века, вот. Более того, если вы возьмете книжку, вот, любые там, вот, там, много книг сейчас уже есть, это, собственно говоря, в интернете, это чеканка Санкт-Петербургского, Московского двора или там Уральского двора, там, начиная с Петра Первого и там и дальше, вы обнаружите состав, ну, конечно, это состав грубый, то есть, что является приоритетом, там, медь, или там, плав меди, там, соловом, он там, сколько цинка, сколько магния. Соответствующим образом вы увидите, что эта монета полностью соответствует тем параметрам, которые, печат, которые, говорит, чеканились в Российской империи в то время. Много очень авторов и зарубежных авторов, то есть, на этом основании, на основании того, что две независимые лаборатории, по химанализу, провели очень скрупулезный, многоточечный, то есть, в разных совершенно точках, там, в том числе, с гурта, с аверса, с реверса, с гурта, вот, провели анализ химсостава в точности двух знаков с запятой, мы сделали вывод, что признание монеты в качестве оригинала имеет очень убедительное основание, то есть, к чему я говорю, мы, это не только я, вот, я только, я там подписываю, только, конечный документ, но мы собираем консилиум, то есть, мы собираем специалистов, это несложно сделать, отсылаем им материалы, неважно, где, там, в Лондоне, в Нью-Йорке или в Москве он находится, тот человек, который с нами и для нас является убедительным авторитетом с точки зрения, ну, не погрешимости своей репутации и своих, своих объективных выводов. Вот мы с такими людьми контактируем, если они желают, мы их раскрываем, не желают, мы их не раскрываем, вот, но мы консультируемся у них и дальше методом голосования, открытого диспута мы делаем, вот, признаем мы этот вывод или не признаем, и, соответственно, еще раз мы даем дальше уже заключение. И нам не важно, что, например, я сейчас перейду уже дальше, сколько имеется по этой монете известных, там, аналогов или какие-то другие какие-то характеристики, это просто как индикатор нашего подхода, который мы считаем логическим, который убедительным, в отличие от каких-либо других. И дальше получается так, что все специалисты, которых мы опросили после довольно жестокой дискуссии, были вынуждены признать эту монету в качестве соответствующей чеканки 1741 года, того времени, ну, 40-го, 41-го, потому что химсостав не оставлял никаких аргументов оппонентам или сам, вот, мы сами между собой дискутируем, ну, вот, внешний вид, вот, он тот несоответственный, тот несоответственный, но, дело в том, что, я перейду к следующему, многие эксперты, так называемые, или реальные эксперты, они говорят, вот, я посмотрел, все, мне достаточно этого сказать. Если вы сейчас покажете следующую монету, вот, скриншот, да, монета, аналог 1740-го года, тоже пробная монета, значит, да, речь идет о полуполкинике серебряном, значит, она была продана недавно на аукционе в Швейцарии за 4,4 миллиона 400 тысяч долларов США, вот, это, конечно, потолочная, просто фантастическая сумма, наверное, это рекорд для монет, по крайней мере, царской России, я так думаю, особенно, там, последнего времени. Так вот, на этой монете также присутствуют определенные признаки, если посмотреть ее под определенным увеличением, особенно, там, вот, по краям монеты, многие из экспертов говорят, что, возможно, это новодел, возможно, это, ну, есть, имеет признаки, которые характерны, отобразие, там, это какие-то, там, трещины, потому что это литье, там, не чеканка, там, ну, много очень признаков, в котором специалисты говорят, что есть сомнения, что это оригинал. Так вот, только химический анализ может убедительным быть в пользу весов, да, вот, мы с вами должны быть объективны, как, вот, это, самое, судья, да, вот, на чашу весов власть один признак и второй, что, какая, в конце концов, перевесит, в ту сторону и сделать вывод. Вот мы таким образом можем констатировать, что внешний вид, да, он, безусловно, играет роль, да, безусловно, он имеет аргументацию, но он не устоит против железобетонной аргументации к химсоставу, вот, ну, никак, поэтому мы пришли к выводу, что монета, о которой идет речь, соответствует оригиналу, несмотря даже на то, что у нее имеются явные дефекты. Дело в том, что вариантов, когда чеканка накладывалась на чеканку и монеты перечеканивали, в том числе в монетных дворах того или иного периода времени, а вы знаете, что 1740-е, вот эти вот годы, конца первой половины 18-го века, они для российской истории были, ну, в общем-то, достаточно бурными, то есть там убивали, там перевороты были, соответствующим образом менялись, там Ивана VI, там, его убили, по-моему, там где-то в тюрьме, он там провел, ну, его убили, пришла Елизавета к власти, то есть вот эти периоды, соответствующим образом, при той неразберихе, которая существовала, да, там, кому присягать, вот эта императрица чеканить, то, а деньги-то нужны нужды населению, то есть нужно было в обеиходе, поэтому как чеканили, как перечеканили, различные историки пишут по-разному, не исключено, что в силу ряда обстоятельств, даже скорость, там, времени, которое требовалось, там, от монетного двора, возможно, была именно такая форма перечеканки, я не знаю, что, но сам факт того, что эта монета, даже если она является фальшаком, допустить, да, это того периода, того времени, именно той эпохи, от этого ее ценность только увеличится, вы знаете, что, например, марка перевернутая Дженни, которых на сегодняшний день, я известно, там, по-моему, уже 12 штук, со своей стартовой цены 800 тысяч долларов, только растет, но эта марка, там, по-моему, 1896 года, или, там, начало 20 века, 1906, я не помню уже, вот, но 800 тысяч долларов за листик бумажки, в силу того, что там имеется дефект, вот вам, как, какие предпочтения отдают инвесторы, поэтому, сам факт того, вот я возвращаюсь к этой монете, того, что она соответствует тому периоду, по химическому составу, и в ней не имеется химических элементов, которые бы говорили, что это фальшак современного изготовления, теперь давайте перейдем к другому аспекту касательно этой монеты, раз уж мы так подробно. Дело в том, что, ну, давайте рассуждать, ну, допустим, это фальшак, допустим, да, но фальшак, допустить, что он 19 века, 18 века, конечно, можно, но аргументация, что серебряную монету фальсифицировали в то время, ну, при таком, скажем так, смене правителей, достаточно тяжело. Я не буду сейчас отвлекать время, кто желает, может, там, зайти на всякие форумы, у нас есть специалисты, которые сделали такой вывод, что, да, вот медные монеты в массовом количестве фальсифицировали, но чтобы серебряную монету именно с таким вот образом фальсифицировать, так же, как и золотую, для этого нужно обладать достаточно большими возможностями того времени. Фальсификации делали много позже, то есть, как правило, спустя 100 лет, 200 лет уже целью вожделения коллекционеров, удовлетворения их спроса. Поэтому основная фальсификация, в частности, монет, приходилась периодами и началась она, там, известно, они начинались с эпох, например, расцвета промышленности. Это начало 20 века. Потом была депрессия, после которой опять начали фальсифицировать, ну и расцвет уже пошел после 1980-х годов. Вот тогда уже начали фальсифицировать в больших масштабах и практически все, что сейчас и мы свидетельствуем, что рынок фальсификата только растет, занимая в ряде предметно-тематических направлений, например, даже таких, как иконопись, 70-80% оборота тех предметов, которые представлены на рынке и в коллекциях. Вот. Поэтому фальсификация этой монеты реально, если с точки зрения даже математической вероятности, возможно с 20 века, что исключено методом получения данных по химсоставу для данной монеты. Поэтому на этих основаниях мы сделали вывод, что монета относится к вероятности оригинала с очень большой вероятностью. Других, к сожалению, тезисов, там, связанных с какими-то внешними признаками, они умирают после того, как ученые посмотрят на им анализ. Теперь, что касается других монет. Другие монеты, именно вот этой вот полуполтиннике с пробной 41-го года, о котором идет речь, по информации, которую на сегодняшний день можно найти, представлены всего в двух экземплярах. То есть, если следовать данным, которые нам удалось получить, это у одного коллекционера, москвича, известного коллекционера, не буду называть его имя, и второе в коллекции Государственного исторического музея. Имеется экспертное заключение, что такая монета имеется в коллекции собраний ГИМО. Вот. Но мы дали вывод, что монета, которая находится у нашего клиента, на сегодняшний день, представлена в одном экземпляре, является уникальным. Мы не взяли во внимание другие монеты. Почему? Опять же, объясню. Мы научная корпорация. Для нас, ну, репутация ГИМО очень сильно подмочена. Я не буду говорить, у меня много видео, сюжетов стоит, что там происходит, каким. Это не только мои, там, известных людей, которые говорят, там, и о хищениях, и о подменах, и о продаже фальшаков. И я сам, к сожалению, жертва от того, что рекомендация ГИМО в мою коллекцию принесла фальшак. Причем не кого-то, а профессора, доктора наук. Поэтому для нас мнение других, пока оно не аргументировано, не является главным, центровым. Вот. Почему это я объясню? Потому что мы на сегодняшний день, вот с этой монетой, этого владельца из провинции России, мы единственные, кто имеет для этой категории монет, для этой чеканки, химанализ. Все остальные, по крайней мере, публично не представили, не имеют этого анализа. Поэтому говорить о том, что у них подлинник, какой бы там авторитет, каким бы знанием имел, ну, пока нет оснований. И это скажут и юристы, и криминалисты, и просто ученые, и люди, которые умеют логическое. Мы признаем с удовольствием. Я хочу сказать, что мы тоже не, как это называется, истина в последней инстанции. Но я же уже сказал, что сильный человек – это тот, кто умеет признавать свои ошибки. Если получены будут данные кем-либо на ту монету, на другие монеты, мы тут же готовы объявить, что монеты – это не уникум, что да, имеется вот в коллекции Гима или у такого-то коллекционера более убедительная монета или аналог, или такого же уровня. Только пусть люди, которые представляют или говорят аргументированно, или пытаются говорить, что это у них оно, докажут это доступными на сегодняшней науке способами. Вот и все. Больше ничего. Очень просто все. Поэтому на сегодняшний день мы можем сказать, что данная монета является уникумом и она относится к группе оригинала, оригинальной чеканки. Все, что мы можем сказать на основании тех заключений после нашего консилиума со специалистами на основании, подчеркиваю, самого убедительного – химанализа. Теперь, поскольку этот человек, я уже вернусь к концовке этой истории, дело в том, что до нас он обращался к ряду лиц, в том числе к одному какому-то эксперту, коллекционеру, по-моему, он тоже с Украины, я не буду называть его фамилию, кто нужен, тот найдет, возможно, этот человек сам проявится. Я с удовольствием к нему отношусь, тем более, что, по-моему, и он смотрит мои каналы, и я смотрю. С уважением отношусь к человеку, с уважением, но мне кажется, что он поставил… Да, вот этот вот владелец от имени своей мамы, он обратился к нему, и вот этот вот коллекционер поставил, на мой взгляд, слишком эмоциональное, я бы сказал так, ну, не совсем корректное, это самое, как я называю, это видео, в котором объявил их мошенниками, что эти мошенники пытаются проводить фальшак. Все, что я могу сказать, мне кажется, что вот нужно любому человеку, который уверенно себя, спокойно чувствует и который хочет добиться истины, это нужно быть без эмоций, нужно уметь доказательно рассказывать о тех выводах, которые человек сделал. Почему я так говорю? Потому что я посмотрел это видео, ну, еще раз говорю, я с уважением отношусь к любому коллекционеру, и даже к этому коллекционеру, поскольку он на рынке об этом о себе заявил, он не стесняется показывать свое лицо, он говорит, что он консультирует людей, но мне кажется, что нужно уйти вот от эмоций и доказательно объяснить, каким признаком, да, никого не уважительно относиться к человеку, нельзя его каким-то образом там обзывать, ну, мне так кажется, потому что это просто неуважение себя в первую очередь, потому что тебя кто-то потом обзает. Ну, зачем? Нужно людей, в общем-то, стараться не и так из вот этого состояния, в состоянии стресса, и зачем, знаете, себя тоже, потому что и так наша жизнь, наверное, не сильно радостная, особенно коллекционеров, особенно тех, кто пытается, ну, скажем так, думающий относиться к окружающему миру и коллекционеров. Поэтому мой совет – это доказательно рассказать о тех выводах, которые этот человек сделал, и, наверное, может быть, стоит, но я бы так, по крайней мере, сделал, извинился бы перед владельцем, вот, потому что обзывать кого-то мошенником – это нужно уже только по факту, что человек там уже поимел деньги нечестным способом, вот, человек просто обратился и захотел через его услуги каким-то образом сдвинуться. Ну, это мой вывод. Почему? Потому что в комментариях под этим видео, я не буду это видео показывать, я просто скажу, покажите там эти комментарии, там очень многие разумные комментаторы, там слушатели, зрители этого ролика, они поставили, в общем-то, логичные вопросы. То есть, пожалуйста, будьте добры, там, не защищая и не оправдывая, покажите аргументацию, которая связана с вашими выводами, ну, вот покажите там скриншоты этих комментаторов, которые там, ну, я думаю, что это будет очень хороший аргумент, и, в общем-то, любая дискуссия, любая полемика, она приводит к истине. Если кто-то докажет, что данная монета или наши сделаны нашими выводами, не соответствует, скажем так, тем фактам, доказанным фактам, которые логически принимаются в современном научном сообществе, мы тоже так же просто извинимся и изменим, изменим свое заключение, аннулируем старое, сделаем новое, но это сделаем красиво, публично, никого не оскорбляя, не унижая. Я считаю, что это очень приемлемый путь, и он, на мой взгляд, наиболее оптимальный с точки зрения взаимоотношений на сегодняшнем рынке. Ну, вот, в качестве заключения я хочу сказать, что, да, действительно, вот этот вот собственник, он хочет реализовать эту монету. Соответствующим образом, увидя там цифры, которые фигурируют в продаже в Швейцарии, вот, естественно, ему хочется при наличии, опять же подчеркиваю, всех сочетаемых там факторов, которые связаны с наличием покупателя, с проведением открытого, открытых продаж, открытых торгов, а мы только за открытость, вот, мы за то, чтобы любые факты о проделанной сделке, либо, не важно, что это предмет там, претендует он на оригинал, является ли он там не оригиналом, но факт этот должен быть зафиксирован, и только таким образом рынок начнется хоть как-то саморегулироваться в отсутствии государственного регулирования. Вот, не говоря уже про уплату налогов со сделки, потому что только таким образом вы предмет легализуете, предмету приделываете вот такой вот стопроцентный, стопудовый базис, который позволяет уже следующему купившему его сделать более высокий шаг по реализации. Ну, вот это коротко. Так вот, соответственно, мы, наша корпорация, будет любезно представить этот предмет на широкое обозрение. Вот это видео, это одно из первых, вот, наших, как бы, публичных представлений его. Не исключено, что мы будем двигаться по другим каким-то экспертным характеристикам, то есть те люди, которые в чем-то сомневаются или какие-то аргументации приведут, мы готовы предоставить им возможность или самим, соответственно, отрегулируя взаимоотношения между собственниками, добиться истины. То есть, если эта монета соответствует оригиналу или даже фальшаку, произведенному в тот середину 18 века, который, ну, я не знаю, по своим ценовым характеристикам будет, наверное, тоже очень высокий параметр застигать денежные, вот, то, соответственно, мы по такому пути пойдем. Но в данный момент монета имеет характеристики аналога 1744 с лишним миллиона долларов, да, поскольку это закрытый рынок России, где госвылаз ограничен, а для таких объектов он запрещен, то по нашим критериям цена, нужно различать стоимость и цену, да, мы с вами к этому отдельно еще подойдем, если будет интерес, вот, стоимость это научная величина, а цена делится на два, на две группы, это цена предложения и цена сделки как факт, а научная стоимость, например, главный параметр рыночная стоимость и ликвидационная стоимость, это научно обоснованная величина, которая объясняется откуда что берется, цена и стоимость соответствуют друг другу только в условиях идеального рынка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова